Мы слушаем, как мяукают котята. Котята родились. Мы слушаем, как они мяукают. Котята родились, еще нет. Мы разберемся. Пусть они мяукают. Сколько? Мы не смотрели. Что же мы бы маму-то? Не надо, не надо, дети. Пусть пушек они иззывали. Мы можете принять, сколько детей взимоди. Сегодня они свекли, которые биомасты, биомасты. Завтра будут оттутые глаза. С коликами так же. Не, не надо. Кто берет котята? Кому-нибудь нужны котята? Нам нужны котята. Кому-нибудь? Кому-нибудь нужны котята? Кому-нибудь нужны котята? Смотри, гасит как, гасит их. У нас есть добавка. Куда она не возьмет котята? Она же умная. У нас реально смотреть, реально. Никому не надо. Она принесла 6 котят. Еще делать-то буду. Мама, давай. Мама не разрешает. Я не разрешаю. У нас собака. Она уже в другом жила. Мама не разрешает. Она веку ставит. Надежда Васильевна зовет. Вам котенок? Вот ей надо. Котенок ей надо. Ну надо? Нет. Сейчас? Он же слепой. Он же лёгкий не надо. Он слепой. Да не будет она отдавать. Просто покажет. Что? Лучше выкармливать надо. Не надо. Не надо. Тихо. 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 Она их даже не дает. Дайте мне видеокамеру посмотреть. Свет. Какие же они. Тихо. Тихо. Недорожки. Вот пожалуйста. Вон он маленький. Вон он маленький мёртвый один. Мёртвый? Конечно мёртвый. Вот он рыженький. Видишь? Вон он маленький. Этот мёртвый. Мусенька, Мося. Крышка наша оришка. У меня в кожу не в 6 центра. Видишь? Ещё в пищи. Я не знаю. Он какой-то бело-рыжий. Есть какой-то такой? Как гусенька. Давай посмотрим. Опа. Видите мой. Беленький. Белоченький. Она ещё может не разродилась до конца. Она может не разродилась до конца. Доста... Знаете, Тихоныч, может завтра отдадите? Не надо его. Да он не будет отдавать чай. Сейчас-то не надо, конечно. Кто тебе сказал, что сейчас? Так. Котёночку убрали. Мёртвого забрали. А мы все без права. Да, что мёртвого? Кудочек, да? Да, правда. Да, сказал, что не делали. Там один рыжий только и всё. Больше нет. Там какой-то белый. Нет, там дверь не только встала. Ну да. Там два, четвёртвый. Всё, звоните. Да, подожди. Сейчас руки надеваешь, по-моему, позвоню. А кто готов другого? Всем руки надевать. Никто, никого. Никто, а мышка. Смотри. Если вы... Мёртвый, ты так не делаешь, ты так сломаешь. Там ничего не делаешь. Видишь? Там я не должен... Дверь придерживайся. Ну что там, я тебе не считаю? Надо им позвонить. Вон, 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 вон. Раз, кепку снял. Батюшка, затолкал, толкал. Батюшка сказал, в сторону отойти. Да. Да. Ну всё, Маша. Чё? Звони, что я... Звони, иди. Всё, Симаша, а сумку ты можешь взять с собой? Только чтобы с рукавами было. Иди на улицу, звони, хорошо. Звони, они вот там за поворотом. А муку еще, вот так. Коллега никогда не убегают, чтобы на столу клонить. И трамуруют. Они потому, что надо убегать коллегу, чтобы ваша система можно было. Так, всё? Говорит закончили. Хорошо. Так, ну, полетенцом, если хватит, мы все ставим. Женский мотолёжный. Говорит. Морщик, он не справился. Мы хотим, мы вперёд не сижу. Звони, вон, 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 вон. Сзади вас, мы бьём с вас. Войдите место. Вперёд, ребята, вперёд шагните их немного. Девочки тоже. Да. Видите, мы сделали на улице. Чуть-чуть только похолодало всё. Давайте выезду. Вот, пожалуйста, смотрите по вашему. Это женский ум загнал нас сюда. Я вас не знала, что вы мне говорили. Не надо. Вчера прямо вышли, только в комнате. Хоть сто человек будет в комнате замёрзли. Замёрзли, когда у вас сто час. Но явно видно, что они замёрзли. Приходи ещё свои нравные. Так, иди-ка сюда. Вот сюда рядышком встань. Если он не может наденать, я спускаю ставить. Вот всё. Господи, слава Тебе. Они всё знают. Кто вчера приехал, выйдите сюда. Кто вчера и сегодня выйдет. Все выйдите. У нас такой порядок. Так, говорите, откуда вы ваш возраст звать на вещах? Шаг назад сделали. С Кемерово приехали. Вогушевич, Италии. Сколько лет? Сорок пять. Всё. Так, а это кто? Вот это. Как звать? Анжелика. А? Анжелика. Анжелика. Анжелика, да? Это Ангелина. Это Анжелика, это под французов подыгрывали. Там буквы «Г» уже. Так, это сколько вам лет? Данил, два года. 33. Данил, два года. Это ваши родные дети, да? Есть сколько? Пять. Это пять? Да. Она по возрасту. Будет. А возрасту какая? Неужели пять? Четыре, вот сейчас будет пять. Интересно, она по возрасту-то. У нас тут пяти летний, у них никого больше нет. Ну и ладно, может он рослый. Так, вы приехали с какой целью? Крещением. Крещением. Вот сейчас пока поедите, что как? А после обеда, когда обед будет? После обеда мы здесь соберём людей, кто на крещение, и будем исследовать. У нас обычно церковно-приходской совет из Барнаула, когда люди там обращаются. А сейчас все вне общины пришли, а через интернет, поэтому мы никого не тревожим. Но местных надо будет предупредить, члены церковно-приходского совета. Найти, кто здесь. Ну я знаю, старосты у них церковные Андрея Устинов. Ну и узнать еще, чтобы они пришли. Ну у нас значит какое время? Ну а три часа годится? Яким два часа сказал туда, в церковь прийти. Отец Аким сказал два часа. Два часа у нас обед. Вы не могли сказать ему, что два часа? Я не знал. Ну значит, для них сделать пораньше. Хотя у кого-то и так поздно, попозже, когда придете. Потому что у нас 8, а сейчас уже, наверное, и 10, и до 11. И до 11. И до 11. И до 11. Так что у нас обед на 3.40. На 3.30. К этому времени вы успеете еще пообедать. Ну все понятно. Так, одежда белая у вас приготовлена? До 5. Дети с вами крестятся вместе. Крестился сам и весь дом свой. Вы баптистом были когда? Все время. Все время. Сколько лет там были? С 2002. Я. Так, я заранее должен вам это сказать, что у баптиста были. Вы там хорошее что-то получили? Слово. Слово. Никогда не забывайте благодарить Бога, чтобы их Бог обратил. Так и дело. Не так, что я пошел, поэтому хлопну дверью и никак. Вы видели? Где вы видели мое обращение? Я обратился где? Там 50-ники были. Я на то место приехал, плакал, молился. И все время. Даже они как бы не православно умерли, но я все равно молю у Бога милости для них. Господи, что можно сделать? Они дали мне доступ к Евангелию. Я не знал. Я не слышал этого слова. Больше мне ничего. Они просто на стол положили Евангелие, вышли обедать. Они зашли, я уже все полностью. Я искал. Поэтому мне не надо было убеждать. Я сразу начал поезд. Там много всех. Я прошел все и понял ложь. Кришнаистом занялся, буддизмом, мусульманством. Все эти их отрожки какие. Я очень много учился. Я понял ложь. И только коснувшись церкви православной, я понял, это истина. И другой ее нету. Она искаженная часто бывает. Не так не знают молиться. Креститься так. Пальцы как складываете на ученики? Двое перстное. Вы как? Тоже так же, да? Князь Владимир крестил двое перстное. От патриарха Никона пошло так. Поэтому у нас молится часть. Так, сейчас так. Это свободный выбор. Потому что так молился Сергий Радонежский святой. А так Серафим Саровский. Оба канонизированные. Как вам ваше сердце расположено? Но вы для себя знаете. Во времена Иоанна Затауста молились один перст. То есть один перст был. Один. А спрашивает. А как правильнее? Правильнее у католиков. Пять. Крест это вещественный. И на вещественном кресте был распят человек. Бога человек, но страдало человечество. Божество бесстрастное. И у них пять пальцев и пять ран. У Христа было пять ран. И они так и молятся. Ты, сшедший из неба, меня погибший на левой стороне, благодаря твоим пихи ранам переведи на правую сторону. Объяснение полностью совпадает со священным Писанием. У нас же, получается, участница на кресте. Троица везде участница. Но на кресте распинался по человечеству Христос. Поэтому мы должны просто для себя знать. Я не католик. И перекреститься так не буду. Но я должен это знать. Старообрядцы молятся два перста. Это как склоненные небеса Христос сошел. Это Бога человечества. Бог человек сошел. Но на кресте страдало человечество. Почему во времена Златоуста изображали крестное знамение одним перстом. Мы должны это знать, чтобы ни на кого не нападать. Когда мы видим, я сразу объясняю, самое правильное у католиков. При всех их заблуждениях это самое правильное. Почему? Пять ран, нанесенные телу. Тело было привито ко кресту. И он назвал. Не надо даже толковать. В этом моменте, именно в этом. Потому что на месте Бога мы этого никогда не примем. Но вот это мы должны знать. Я повторяю, я не католик. Католик означает фактически мы кафолическое, католическое. То есть вселенская церковь. И поэтому креститься за урожаем Господи. Лоб ткни. Крепко прижми все. Сделай так. Иисусе Христе, где пук твой, чрево. Сыне Божий. Руку прямо направо не может доносить. Вот тут Егор. Прямо сюда. Теперь прямо линия. Помилуй меня грешного. Помилуй. На плечо. Не сюда тыкать. Не сюда. А вот сюда. Вот заметьте. Прямая линия должна быть. Неискаженный крест. Когда перекрестился. И только после этого поклониться. А поклониться так, чтобы рука могла пол достать. Но не надо доставать. Но проверить себя надо. Чтобы был полный поклон. Земной поклон. Это руки, колени. Голова касается пола. Это действует заповедей. Я поклоняюсь. Лбом достаю земли. Я вам даю краткое объяснение. Остальное у нас там написано. Вот приехали. А у них нет одежды. Так, Надежда Васильевна. Ты тут старшая. Значит, пойдете к ней. Сейчас. Позатракаем. Вы пойдете. Материи у нас много. Нам помогают. И поэтому. Разно. Безрухавки. Проще. Не надо детей мучить. Вот сколько я говорю. Пришай рукава. Какого? Вот она. Это никак. Она в храме уже не может такая быть. Не положено у нас. Растительность какая-то. Листики, деревья могут быть. Животное, зайчики не могут быть в храме. И это правильно. Тогда никуда не отвлекается. Никаких надписей. Никаких. Нигде. Ни на обуви, ни на платье. Все это убрать. Кто умеет шить хорошо, пойдите. Посмотрите. И шейте ни одно платье. Даже бегать для нее, чтобы платье было длинное. Не больше 10 метров от пола. Для девочки тоже самое. Так, если мы уже материи, можно ни одно платье шить. У нас достаточно материи. Притом, мы не продаем ее. Была Валентина такая. Она нам сильно помогала. Предприниматель. Торговала. И за рулем, видимо, племянник сидел. Подсунулся под пояс, она погибла. Она приезжала сюда, ее звали меценат столетия. Столько она помогала. Две дома, она две девочек взяла на содержание и полностью обихаживала. Вот человек не нашего круга совсем. И первый раз я зашел в дежу организации, зашел, кажется, на Новый год что-то поправил. Ничего не было где-то. Она ни слова не говоря, все ей 3 тысячи мне дала. Я говорю, как вы могли, я сразу ее спустил. Вы меня первый раз видите, а я так вижу. Ну, что вы видите, стоит с бородой, бомж какой-то пришел. Нет. Вы как сказали, детский лагерь, я поверила. И она нам помогала материя, она торгует материей. Ее обижали, там, кантера воровали, там, прочее. Она сильно огорченная была. Но мы о ней молимся. Вот, что нужно, не стесняйтесь. Понравится какая материя, там у нас она из кусков бывает целиком. Ну, отрежьте, детям дома сошлитесь. Кроме того, что сейчас она была одета, как положено. Мы сейчас садимся за стол, посмотрите, какие правила. За стол садитесь, у каждого должен быть платочек. У ребенка, у всех. Если у вас нет, вам из материи сейчас вырежут, положили. Это порядок. Мы его никогда не должны... Там мы не в машине, а в столу. Вот так. Вот, дети, если показать. Вот, смотрите, как. Показать платочкой. Так, а если платочкой нет? Он должен сейчас... Мы садимся за стол, он выбежит, рукомойник коснулся рукой, пробежать к тому дому, и там коснусься ворот. Вернусь, и второй раз рукомойник опять туда. А за это время, что сидят, ему не принадлежит. Я ему память прищу в течение одного дня. Он не будет еще забывать. А то ребенок забывает, это вы распустили так. Даже самый беспамятный он выполняет. Даже на таком деле попался, где ему не надо бы делать этого-то. Он уже делается другим. Это ежедневная, самая трудная работа. На детьми. Вот я 45 лет начальник детского лагеря, основатель. И скажу, дети прямо на глазах меняются, какие раньше были, 20-30 лет назад, и как сейчас, что компьютерные игры. Мозги сожрали совсем. Он не понимает ничего, ребенок. Вот делается, как сумасшедший. Ему говорят, что не понимают. У нас один был такой, Руслан, его Андреем, видимо, крестили. И он, баба, я первый научился есть. А уже сколько ему лет? Там лет 10 было, наверное. Он первый, я не знаю, как. И для него весь мир ограничено рамкой монитора. Вот у нас девочка одна есть. Он в зелененьком стоит. Рося, она была маленькая еще, ну и кащается на тарзанке. Палку закладывает на веревке там со столика и мотается. А он стоит, дай мне, она палку отпускает, палка летит, он смотрит. Палка долетела, палка вот такой толщиной, бац, он вверх ногами. Он не поймет, как она из рамки вылетела. И орет, сидит, а просто смотрит. Был и нету Руслана Людмила. На следующий консадень, он опять тоже самое, второй раз. И он начал уже присматриваться, что есть жизнь за монитором. Я ввел тогда в правила, которые играют в компьютерные игры, в лагерь не принимать. Они не подаются исправлению, совершенно. Его в обморок падают в церкви, неприятности они. Вот это имейте, а оградите детей от подобного. Не прикасайся сам. Божественное, тут можно. Садимся за стол. Проходите, только сюда, для нашего стола. Дети, можно туда. Садитесь, чтобы на ту сторону, дети, идите туда. Примите, что на ту сторону. Дети, туда. Бродская, проходите, пожалуйста. Так. Ну, а вот. Я буду носить. Так, быстро. Садитесь, садитесь. Скорее, что. Скорее, что, отодвиньте туда. Там дети сидят, а здесь садится все взрослые. Здесь где-то. Надо отставить сюда. Господи, здесь садится, садится, садится. Так, вы знаете, что. Где ему удобно? А то можете здесь, здесь. Все. Какого-то еще нет, я говорю. Так, сейчас я не могу. То есть взрослые, все взрослые. Вот так. Вот так. Вот, знаете, еще чуть-чуть корреку. Сейчас глаза-то отодвините, все везде. Еще отодвините. Вот так. Над столом не слоняться. Закрой перпендикулярно стола, чтобы ни одна молекула в леса не попадала. Отодвиньтесь. Это правило, на которое вы ставите ответ. Скотина, как Василий, склоняется, а человек подносит пищу, и все. Пусть святая вода в кружках выпьет. Идещество. Я делаю. Часто. Часто, пожалуйста. Наверное. Спасибо. Потому что, это, что вы взрослые. А вот. Все. А малышка не забывайте. На далеко. На далеко. Ты что-то лучше. Угу. Я делаю. Продолжение следует...